Вот так, молодежь можно писать одним словом, беспризорно. То есть глобально их душой не занимается никто. Ни родители, ни школа, да, она может и не должна, ни церковь, вообще никто. Добрый день, дорогие друзья! В недавнем видео на портале ИСОС мы говорили о современных трендах в соцсетях и о том, может ли церковь вообще присутствовать в таком формате в этом мире. Сегодня же мы поговорим с отцом Павлом Островским о том, деградирует ли современная молодежь и есть ли церкви, что ей дать. Добрый день, отец Павел! Здрасте! Вот в прошлой беседе мы очень близко подходили к этому вопросу, как вообще можно относиться к молодежи. Очень часто, и вы правильно справедливо отмечали, что это зачастую обусловлено старением, очень часто к молодежи есть некоторое такое скептическое отношение, что это люди, которые лишены глубины, лишены каких-то глубоких интересов. И можно списать это на некое старческое отношение, но мы по факту видим, что в храмах молодежи действительно мало. Вот как бы вы могли прокомментировать эти два момента? В чем причина отсутствия молодежи? Ну, во-первых, мне кажется, самый все-таки простой способ, когда мы сталкиваемся с какой-то проблемой, это посмотреть, не являюсь ли и я сам причиной. То есть, конечно, проще сначала устранить то, что есть в себе, чем вылечить кого-то, особенно если касается души, другого человека. Поэтому если мы говорим про отсутствие молодежи, ну, большого количества подростков в храмах, то давайте посмотрим, не являемся ли мы все-таки тоже этому причиной, а не только потому, что они деградировали. Очевидно, что на поверхности лежит отсутствие доброй атмосферы в храме. Это почти касается всех храмов, то есть 99%. Сейчас какие-то люди думают, говорят, нет, у нас добрая атмосфера и так далее. Вы понимаете, как, когда нет никакого испытания для прихожан, обычно, правда, все улыбаются и тому подобное. Но вы присмотритесь, а я, знаете, как, я вот очень хочу, чтобы у меня на приходе была добрая атмосфера. Я прям костями на это вот ложусь там и так далее. Но я замечаю следующее, например, я проповедую, и получается, стою лицом к людям. И тут вдруг где-то заплакал ребенок. Ну, почти у всех прихожан лица именно искажены в этот момент просто какими-то бесами. Прям, знаете, вот это искажение образа. То есть ты вот был христианином, и теперь ты уже не христианин. Соответственно, когда приходит прям какой-нибудь молодой человек, у него там в ушах туннели, или там у него татуировки, или у девушки на окрашенном ногте, или одежда не по нашему дресс-коду. В принципе, хорошо было бы нам просто в этот момент на иконы смотреть. Но мы же все равно начинаем смотреть на человека. Наши лица добрые или недобрые. Так что вот добрая атмосфера именно на приходах – это вопрос ключевой. Я недавно, кстати, этот вопрос задавал патриарху, и он на него ответил. Я думаю, что подавляющее большинство священников даже это все равно исполнять не будут. А там патриарх сказал важнейшие слова, что то, что человек пришел, это уже полдела. И прежде чем его менять и учить его жизнь, и вообще менять его жизнь, сначала нужно стать авторитетом. Я могу сказать, что я сам с собой с этим борюсь постоянно, чтобы никому не давать советов. Кто я вообще такой, чтобы учить этого человека? Я же не знаю его жизни. Если это взрослых касается, потому что тем более это касается подростков. Так что это первый момент. Что касаемо деградации, всегда, конечно, молодежи много. Был какой-то процент молодых ребят, которые деградируют, ведут социальный образ жизни. Наверное, там какие-то уже специализированные средства нужно привлекать, специалистов, наверное, и так далее. Но в большинстве случаев молодежь является... Молодежь можно описать одним словом – беспризорники. То есть глобально их душой не занимается никто. Ни родители, ни школа, да, она, может, и не должна, ни церковь, вообще никто. У нас на алтарь положено образование. Даже не так. Знаете, вот смотрите, на алтарь кладут то, чем жертвуют. Ради чего? Вот у нас душа ребёнка кладётся на алтарь именно жертвам душевным и психологическим, духовным состоянием ребёнка. На алтарь это кладём ради образования, будущей какой-то карьеры, здоровья. Ну, ещё чего не знаю там. Я в своей жизни много пообщался с подростками. Я встречал тех ребят, чьи родители реально на алтарь кладут образование, здоровье и всё остальное для того, чтобы были хорошие, добрые отношения с ребёнком. То есть они, по иерархии у них это стоит выше, замечательнейшие дети, замечательнейшие. Это просто ты вот с ними общаешься, и ты прям как воду чистую пьёшь. Думаешь, какие замечательные дети. А на самом деле, конечно, это родители. Они такие молодцы. Поэтому не надо изображать нам велосипед, заново создавать его. Достаточно просто в какой-то веке выслушивать ребят, вести себя с ними невысокомерно. И всё как-то в подавляющем большинстве случаев всё становится хорошо. Вот мы с вами говорим о том, что можно сделать, чтобы привести человека, молодого человека или неважно какого возраста, в храм. Но вы сами же уминули проблему, что во многих, как вы сказали, в 99% храмов нет доброго отношения. Вы, как миссионер, очень много занимаетесь тем, чтобы люди пришли к храму. Лично у меня, когда я веду категорияторские беседы и описываю людям идеальную церковь, то, куда она должна быть, и показываю им возможности христианства, есть всегда потом внутренний червь, который говорит, что вот они сейчас выйдут, и дальше они этого не найдут. Не найдут в той практике, которую предлагает им церковь. Какие у вас ощущения от такого контраста? Ну, я, собственно, и задал этот вопрос патриарху, потому что это очень большая проблема, что ты людям рассказываешь о Христе, и они, когда идут в храм, они хотят встретить Христа. Но они должны увидеть Христа в нас. Если они в нас Христа не видят, то тогда у них наступает разочарование. То есть они говорят, там ничего нету, там нет Христа. И мы ведь не случайно называем себя христианами. То есть люди правы должны в нас увидеть Христа. Это, конечно, очень большая проблема. Как ее решать? Я думаю, что мы очень далеки от решения этой проблемы, потому что она даже не на повестке. Давайте скажем так прямо. Она не на повестке. Это не обсуждается пока. То есть и даже не вырабатывается каких-то решений. А в реальности эта проблема должна была бы стоять на самом первом месте. Выше обсуждения языка, других всяких реформ и тому подобное. То есть это то, как мы выглядим. Это вопрос, конечно, атмосферы на приходе. Это то, как мы вообще встречаем человека. Есть ли у вас какие-то идеи о том, как... Понятно, что мы не сможем изменить всех людей вокруг и все приходы, тем более сейчас. Закладываете ли вы какие-то предохранители в мышление людей, которых приводите, чтобы они не ушли в ужас? Ну, конечно, да. Ты прямо говоришь, что ты должен быть готов. Я в этом плане как раз стараюсь все-таки готовить к худшему. Рассказываю о том, что есть очень большая вероятность, что ты придешь на исповедь, а тебя начнут лечить сразу и учить жить. И что большая вероятность есть, что тебя будут ругать. И что не разочаровывайся, не унывай, или к другому священнику иди, или сходи в другой храм. Ну, это просто приходится делать. Грустно что-то приходится делать. Честно говоря, это... Это такая... Не знаю, каким это словом назвать. Даже как-то плакать хочется. Потому что это все лежит на поверхности. Я вот сейчас коснусь темы, которое не понравится большинству священнослужителей и, к сожалению, епископов. Но я на вашем портале это скажу, потому что об этом Владык Ларион говорил, который вас благословил. У нас в подавляющем большинстве храмов до сих пор тарифы. Мы по опросам, по тому, что люди пишут, мы знаем, что это выбешивает и раздражает большое количество людей. Больше половины уж точно. Люди реально считают, что церковь – это магазин. Первое, что они приходят, когда в храм, они видят свечной ящик. Ну, то есть там вот прилавок. И они первое, что видят, это именно ценники, которые вообще везде налеплены. И они видят именно эту торговлю. Они мало читали священописание, но помнят, как Христос выгнал торгующих из храма. То есть у них все равно это сразу вот… И ты как бы там не сочинял вот эти сказки про пожертвования, это все равно выглядит именно как плата. Уже только уход на пожертвование уже был бы серьезным шагом в сторону улучшения вот той проблем, которую мы обсуждали, Алексей. Уже был бы серьезным шагом. Но сейчас вот так вот начнет обсуждать. Ну, то есть надо померить и умерить аппетит многим. Да, большое спасибо, отец Павел, что делитесь этим. В завершение нашей беседы я хотел бы, может быть, добавить чуть-чуть позитива. Я также вот для нашего портала записывал несколько бесед с отцом Геннадием Войтюшко и знаю, что все-таки так или иначе вот эта тема создания хорошей атмосферы на приходе на повестке все же стоит. Возможно, она не очень громко слышна, но я знаком с рекомендациями, которые разрабатывался на дальнем отделе религиозного образования и актифизации. И вот как раз-таки мне очень и очень близко то, что там ставится акцент на то, что необходимо создавать атмосферу и уходить от урочной системы такой, где человеку говорят, ты делай так, делай так. Это касаемо воскресных школ. Да, да. А мы сейчас говорили про молодежь, которая приходит в храм. Позитив, он вообще, надо вообще верить в лучшее. Вообще, Христос, мои силы, Бог и Господь, Святая Церковь. И здесь, правда, Господь может вмешаться. Просто как-то нам помочь. Замечательно сказал Владимир Романович Легоиде, что нам нужно менять интерфейс. То есть, когда люди даже приходить, им должно быть это как-то не просто комфортно, но как-то и знакомо, и понятно. Но церковь не должна им напоминать магазин. Когда интерфейс такой же, как и там, то давайте хотя бы это изменим для начала. Ну, это же прямо на поверхности. Да. Но если хотя бы в воскресных школах будут созданы хорошие атмосферы для молодежи, то уже, слава Богу. Спасибо большое, отец Павел. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, не забудьте поставить ему лайк. Для тех, кому интересны те рекомендации Синодального отдела образования и активизации, которые мы упомянули, ищите ссылку в комментариях. Подписывайтесь на наш канал. И до встречи в следующих видео. Продолжение следует...